Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Кефесиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим заключительную шестую главу. Дети, поминуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливости. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлением Господним. Апостол Павел продолжает тему, если хотите, семейных отношений. Сначала он в пятой главе говорит о разных обязанностях мужа и жены. Теперь говорит о обязанностях детей по отношению к своим родителям. Я не случайно употребляю это слово обязанность, потому что мы слишком привыкли к другому слову права. И все, как мне очень нравится, я не знаю сленг, но, по-моему, это не сленг, это такой народный словооборот, все качают свои права. И совершенно забывают о обязанностях, о долге, о чести. Эти слова, может быть, только в последнее время как-то стали звучать. А так, мне кажется, люди о них уже и забыли. Итак, дети пишут, повинуйтесь своим родителям в Господе. Очень важное замечание. Пишут, повинуйтесь своим родителям и добавляют в Господе. Почему? Свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее, именно в Господе. То есть так, чтобы исполнением воли родителей тебе не оскорбить Бога. Но если, например, отец твой будет язычник или еретик, то уже не следует слушать его, потому что это не в Господе. Очень важное, кстати, замечание. И люди часто задают по этому поводу такой вопрос. А насколько, вот почитайте, они у меня неверующие. Они, да, там, или еретики, там, может, человек живет православный, а так получилось, что его родственник, например, или родители попали в какую-то секту. И что же, нужно подчиняться теперь родителям, которые находятся в секте? Нет, конечно. Потому что он уже не в Господе. Он отпал от церкви Христовой. Но, с другой стороны, вопрос, а нужно ли его почитать как вообще, как родители? Да, почтительное отношение быть должно. Но все советы, которые он дает относительно повреждения, то, что может повредить наши веры, например, не ходи в храм в воскресенье, там, речь что-нибудь. Но здесь мы уже должны быть твердыми в своем уповании. Поэтому, что касается, может быть, каких-то бытовых послушаний, это да. Но не то, что касается исповедания нашей веры. Поэтому подчеркивается апостолом в Господе. Почитай отца твоего. И он напоминает заповедь, что тот человек, который почитает своих родителей, он будет долголетен на земле. То есть, хочешь жить долго на земле, почитай своих родителей. Эта заповедь действительно содержит в себе как обетование, то есть обещание. Но если Бог что-то пообещал, неужели мы думаем, что он нарушает свое обещание? Никак. Никак Бог не может нарушить свое обещание. Далее продолжают рабы. Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. Видите, опять подчеркивает, если там говорят в Господе повинуйтесь, то здесь говорит рабам, то есть слугам и рабам повинуйтесь по плоти. То есть, исполняйте свои обязанности, которые возложены на вас. Да, ну вот, может быть, я бы немножко вернулся, чуть-чуть совсем, прежде чем перейти вот к пятому стиху. Еще вот здесь важен четвертый стих. Ему сказали только о том, что будешь долголетен на земле. На четвертый стих говорит, что отцы не раздражайте детей ваших. Я думаю, что на этом надо остановиться. Что это значит? Что от святителя Тихона Задонского есть интереснейшие слова, которые дают понимание этого текста. Он пишет. Многие родители, цитата, учат своих детей художеством, служащим для времени жизни. Иные стараются научить иностранным языкам, и немало денег на это расходуют. Но о христианском учении не заботятся и не стараются научить своих детей жить по-христиански. Такие родители рожают своих детей для временной жизни. Но двери к вечной жизни для них затворяют. Конец цитаты. Вот это вот очень опасно. А сказано, кто соблазнит одного из малых сих. Мы сразу думаем соблазнить, но это может быть какие-то там сексуальные или какие-то еще там соблазны. У нас все на эту сторону повернуто просто уже голову у всех. Нет. Соблазн может быть в том, даже для маленького человека, что у него может сместиться вектор. Поклонение. Что на первом месте, а что потом. Если ему говорят, вот, учи иностранные языки, и ты поедешь там, и будешь там, и у тебя будет много денег. Но совершенно люди не заботятся о том, чтобы сводить своего ребенка в воскресенье в храм Божий, причастить, дома сесть, почитать закон Божий, почитать Евангелие. То и тем самым, как пишет свидетель Феофан Затворник, они затворяют ворота своему чаду Царствия Божия. Вот это важно. Далее апостол теперь говорит уже о рабах и о повиновении. В простоте сердец ваших, рабы, повинуйтесь вашим господам, зная, что каждый получит от Господа по мере. Далее он продолжает добра, какой он сделал раб или свободный. То есть здесь апостол говорит о том, что независимо, какое социальное положение человек занимает в этой жизни и в обществе, все нужно воспринимать как от Бога, по его промыслу. Поэтому если человеку есть такое состояние быть служащим или еще кем-то, то есть не занимать высоких постов, это еще не означает, что человек, занимающий высокий пост, он уже как-то Бог к нему благоволит. Нет. Бог просто ставит человека и человеков на разные места. И для того, чтобы. И все ради того, чтобы спасти человека. Поставь сейчас кого-нибудь, кто там думает о себе слишком высоко. Там, говорит, порулить в каком-нибудь управлении или там государством. Да не дай Бог. Не дай Бог. Поэтому Бог видит, что этот человек с этим не справится, он погибнет и погубит все дело. В этом смысле здесь апостол так и говорит, что если ты даже в этом состоянии призван, то ты не смущайся, зная, что каждый восьмой стих получит от Господа по мере добра, который он сделал раб или свободный, независимо. Девятый стих. И вы, господа, теперь он обращается к ним, господа, поступаете с ними, то есть со своими подчиненными, так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Вот. Апостол Павел подчеркивает эту мысль, что у Бога нет лицеприятия, что Он ставит человека на то или иное место ради же его спасения. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И далее апостол одевает человека в одежды, чтобы можно было противиться духу злобу поднебесных. Потому что до этого он говорил о чем? До этого он говорил о семейной жизни, о отношении мужа и жены, потом говорил о детях, потом давал наставления родителям по отношению к детям, сначала детям по отношению к родителям, потом родителям по отношению к детям, потом давал советы и наставления слугам по отношению к господам, а теперь потом давал наставления господам по отношению к слугам. А теперь он говорит, что вот против этого всего порядка, против семьи, против воспитания детей, против устройства порядка иерархии некой мере с ценностей служащих и подчиненных, против этого всего порядка всегда воюет дьявол. Ему ненавистна семья, ему ненавистны дети, ему ненавистен всякий порядок, который устраивается по слову и во славу Божию. Поэтому апостол теперь говорит о том, как ему противостоять и что для этого нужно. И здесь он облачает человека как воина Христова. Смотрите. «Облекитесь, — пишет во всеоружие Божие, — чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, против дьявола и против его слух. «Для сего, — пишет, — примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все, преодолев, устоять. Не думай, как сказано в Священном Писании, что стоишь, упадешь». То есть здесь апостол предостерегает и от самоуверенности, когда мы полагаемся больше на себя, нежели на силу Божию. И далее пишет. «Итак, станьте, припаясь в чресло, ваше истинное, и облекитесь в броню праведности». «Припаясь в чресло истинное». Что такое чресло? Это наши бедра. И как святитель Леонид Златоуст пишет, медики говорят, что именно здесь правильно выстраивается человеческая стойкость некая. То есть весь человеческая вся физиология, она как бы скрепляется на этом центральном месте, на бедрах, на чреслах. Чем их припоясать? Это основание человеческого строения. Истинное. Здесь такая аллегория, что все наши духовные силы и основания, все, что мы говорим, что вот это духовное, это нет, все духовное должно быть припоясано истинно. А кто есть истина? Христос. То есть основание нашей веры, Отец, Сын и Дух Святой, Троица единосущная и нераздельная, и Господь, наш Иисус Христос, который совершил дело нашего спасения. Вторая ипостась Святой Троицы. Истинную надо припоясаться. А что же броня? Очень важное, кстати, в военном деле свойство. Без брони в атаку не побежишь. Да, там быстренько вас подстригут пулеметной очередью. Броня праведности. Видите, как пишет? Истинную облекитесь в броню праведности. Что значит праведность? Правду. Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Святой благоверный князь Александр Невский так и говорил. Бог, Он не в силе, а в правде. Поэтому у кого правда, у того и броня. Тот и сильнее. И Абуф Абуф пишет. Ноги в готовность благоствовать мир. Вот к чему истина. Вот зачем броня правды. Чем благоствовать этот мир? Правдой и истиной. Это так сегодня нам не хватает. Особенно в нашем потоке информационного пространства. Мы не успеваем просто. Мы как такие... Нас уже так как... Разможжил дьявол эта информация. Ему не способны концентрироваться. И понять, а что правда, а что ложь. Фейки одни. Они просто сегодня так дезинформировали. И в общем-то в некой мере даже внутренне человека дезорганизовали. Что человек верит всему. Там вот с этими... Чего там не будут повторять. Уже определили, что это фейк. Уже прокуратура... Нет. А люди верят. Причем слышно от этого... Это не только от людей. Сторонних вне церкви. А и в церкви. Наверное, что-то... Надо, наверное, больше уделять внимание. Все-таки в церкви. Это чтение Священного Писания. Тогда, может быть, меньше будет времени на прослушивание всей этой шумихи, которая творится. Это действительно шум. Это пустота. Которая не дает никакой пользы человеку в большей мере. Иначе... Инойпача пишет всего. Возьмите щит веры. Щит веры. Который возможит угасить все раскаленные стрелы лукавого. Это 16 стих. Возьмите, говорит, щит веры. Вот у кого-то из отцов... Я тут прочитал очень интересное такое... Истолкование, что щит веры, он... Сравнивается с... Щит делался из дерева и кожи. Вот он сравнивается с крестом. Как и крест. Да. Щит веры следует воспринимать как носимую также в теле мертвости Иисуса. Ибо щит, изготовленный из древа и кожи, наводит на нас мысль о таинстве креста и о мертвости в теле. Ведь все это, если кто-либо им обладает, становится для него щитом веры. Вот так. И обувь, да, готовность благословить мир, и щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Видите? Раскаленные стрелы лукавого. Без Христа их угасить невозможно. Шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть в Слово Божие. Шлем спасения. Это надежда. Шлем спасения. Поскольку вещественный шлем — это доспех, изготовленный из меди. Медь же прочна, сияет, пишет там Золотовый святитель, и не подвержена изменениям. А голова означает веру. То следует полагать, что доспех, обороняющий нашу веру, — это надежда. Ибо надежда непоколебима и неизменно, пренебрегая верою, не позволяет. Ведь надежда всего надеется. И не выходит из доверия Богу. Но если и кажется многим, что это было в истории про Ио, что как бы уничтожалась надежда, подобно ржавчине, однако внутри остается сияющим и блистающим тот, кто всегда веселится надеждой. Меч духовный, ну и здесь не надо объяснять, это слово Божие, которое сильнее любого высокоточного оружия и любой ядерной бомбы. Словом Божьим, ярко выраженным в миссионерском служении, можно достучаться до сердца любого злодея и поменять его намерения. И из этого вчерашнего врага, сегодня, восприняв слово Божие, этот человек может стать другом во Христе и братом. Поэтому так. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Призывают к молитве. А что значит о всех святых? Некоторых может это смутить, потому что мы, наоборот, святым молимся, а тут о всех святых надо молиться. Я как-то об этом уже говорил, что святой в понимании священного писания, предания, церкви, это человек не безгрешный. Святой человек — это определенный на особое служение. Как и предметы, например. Они не могут грешить. Вот мы говорим, святая вода. Почему она святая? Потому что у нее свойство такое. Да, она определена на это. Или святая чаша, или святой престол, или святые иконы. То есть это определенно выделенные, или священное писание, святое писание, определенно выделенные предметы, так и люди. Выделенные люди для определенного служения. Поэтому апостол, когда пишет, и в посланиях своих он обращается ко всем святым, в какой-то церкви радоваться. Но вот он о них, о таких людей, которые совершают это служение, апостолы призывают молиться. Но есть и святые, которые уже в небесной церкви, потому что есть церковь земная, есть небесная. Тем святым, конечно, мы молимся для того, чтобы они помолились и за нас. Поэтому здесь вот два таких понятия у святых. Люди, которые выделены для особого служения. Поэтому иногда даже и к владыке, скажем, к епископу обращаемся так, с благочестием и благовением, как к наследнику Христову, к наследию Христа. Владыка святые. Потому что так говорим, помолись о том. Это совершенно нормально. Не значит, что он безгрешный. Безгрешный принадлежит только понятие только своему Богу. Один Господь, един святый Иисус Христос, во слава Бога, Отца. Аминь. И далее. И о мне, говорит, помолитесь, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которых я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, а дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах. Обо всем известит вам Тихик, возлюбленный брат и верный в Господа служитель. Апостол молит о том, чтобы Бог его подкрепил. Для чего? Для главного дела, которое Бог поручил своей церкви. Какое дело? Идите, научите все народы. Миссия церкви. Миссионерское служение. Это главное предназначение церкви здесь, на земле. Что такое миссия? Возвещение, неповрежденное в Евангелии людям, которые находятся за пределами православной церкви. А зачем? Для спасения. А почему главное? Так сам Христос пришел. Он сказал, как послал меня Бог Отец, так и я посылаю вас. Сам Христос это апостол. И без греческого звучит посланник апостола, апостолос. Как послал меня апостолос Отец, так и я посылаю вас. Для чего Христос пришел в этот мир? Для спасения рода человеческого. Найти, взыскать и найти погибшего. И церкви своей он поручил именно это главное служение. Найти и взыскать погибшего. И привести ко Христу. Церковь его. И здесь он пишет о возлюбленном Тихике, с которым, да, он отправляет, наверняка, свое послание, как пишет об этом церковное предание. Которое я послал к вам, и он сам это подтверждает. До того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир, братьям, и любовь с верою от Господа Отца и Господа Иисуса Христа. От Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Бога нашего Иисуса Христа. Аминь. Какие важные слова. Неизменно любящие, то есть неизменяющие Богу. Мы знаем, что такое измена. Это предательство. И вот он, посмотрите, как пишет. Благодать со всеми неизменно. Не просто любящим, а неизменно. А где и когда мы можем изменить Богу? А тогда, когда попираем его святые заповеди. Попираем определение церковных канонов, вселенских постановлений, орсов и прочих. Прочих определений, которые не обсуждаются. Которые принимаются и осуществляются в жизни с любовью, верой и надеждой. С верой, надеждой и любовью. Поэтому, когда мы попираем исповедание веры, это и есть измена Богу. Потому что сами заповеди даны им. Как нам поступать? А всякое уклонение от них, это и будет духовное прелюбодеяние. И так, как апостол желает, и Ефесской Церкви, и всем нам с вами, благодать, пишет он со всеми вами, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...